Добрый вечер, господа! Это «Реальное время» Финам-ФМ. Меня зовут Юрий Пронько. У нас сегодня будет важная тема, собственно, как и каждый вечер на волнах нашей радиостанции. В самом начале, прежде чем представить гостей, обозначить тему, напомню, средства связи. Это многоканальный телефон, его номер 6510996, код Москвы 495. Это наш портал в интернете finam.fm. Для ваших писем там же идет и прямая веб-трансляция. Ну и, кроме того, вы можете пользоваться и другими нашими ресурсами. В частности, с сайтом finam.info, где круглосуточное обновление важных новостей по России, по зарубежью. Темы политика, экономика и другие очень важные темы социально-экономического развития. Ну а сегодня мы... Да, ну и, кроме того, я, конечно, подключил свой личный аккаунт в Твиттере. Вы также можете им пользоваться, присылая свои вопросы или реплики. Возможно ли в России социальные волнения? Осень 2012. Вот тема нашего разговора. И мой гость, которого я всегда с удовольствием принимаю у себя, это Евгений Гонтмахер, член правления Института современного развития, доктор экономических наук. Евгений Шлемович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, титулы ваши я мог еще перечислять как минимум минут так пять, а то не десять. Член комитета гражданских инициативов. Вот, да. Алексея Кудрина, да? Немаловажно. Я понял наук, я понял наук. На самом деле, у меня первый, может быть, банальный и прозаический вопрос. Вот на ваш взгляд, в России есть цельная социальная политика? Вообще вот цельная. Понимание, что надо делать, для чего мы это делаем и куда мы, собственно, стремимся. Уже много лет ее нет. Ее просто нет? Да. И вы знаете, Юра, я еще когда работал в профессии до 2003, осень 2003 года, когда я ушел, собственно, я из-за этого и ушел. Потому что, ну, я, мои коллеги, там, мы пытались как-то именно выстроить какую-то систему понимания, что нам надо, и, в общем, куда стремиться. Ну, 2003 год, я понял, что это, в общем, бесполезно, стало просто скучно, честно говоря. Ну, почти уже десять лет прошло с того момента, и так ничего не изменилось? Да, ничего не изменилось, и, я бы даже сказал, стало хуже, по той причине, что вообще забыты навыки того, что называется стратегическое планирование. Не только в социалке, вообще, я бы должен сказать. Ну, вот смотрите, знаменитые указы Владимира Владимировича, по-моему, 7 мая, да, когда у него была инаугурация, вот сейчас, в этом году. И в тот же день он подписал там целый ряд указов. И эти указы, в своей совокупности, они считаются вот этой нашей стратегией. Потому что, когда говоришь там с какими-то людьми, которые, вот, ты говоришь, слушай, а мы живем-то, вот наша страна, по какому плану, какому-то, хоть идее, говорит, ну, как, вот указы Владимира Владимировича. Ну, смотришь, я их внимательно, конечно, изучил. Ну, там, например, повысить суммарный коэффициент рождаемости к 2012 году до, там, 1, что-то там, 570, там, что-то, не буду, там, ну, три цифры после запятой. Значит, ну, ну, как-то я, как все это, человек, который имеет к этому некое отношение, я спрашиваю, ну, хорошо. То есть вы все рассматриваете с прикладной точки зрения, а не фантазийно. Нет, нет, цель благородная, надо повышать рождаемость, я только за, действительно, мы нуждаемся, безусловно, в людях идет до популяции населения. Я спрашиваю, минуточку, а под это что подложено? Потом три цифры после запятой в указе президента и к 2020 году, это как-то вообще типа риски, вообще-то, какие-то возникают, потому что, я говорю, ну, хорошо, ребят, ну, там много таких вещей есть, очень, с моей точки зрения, рискованных. Например, там, что к 2020 году, по-моему, два альтеросийских университета войдут там в сотню рейтинга, да, мирового. Это указы президента. Это указы президента. Кстати, недавно же была новость, что МГУ, мой любимый, который я заканчивал, и, в общем, он считается лучший российский вуз в мировых рейтингах, там, во всех. Он опустился еще ниже, он, по-моему, где-то сейчас на 160-м, там, 170-м, то есть, как бы, вот, мы должны к 2020 году и так далее. Ну, я уж не говорю про doing business известный, да, инвестиционный климат, где мы должны со 120-го, по-моему, на 20-е место. Я говорю, ну, цели благородные, я же только за. Ну, ребят, стратегическое планирование же что предполагает настоящее? Кроме того, что выдвигаешь благородную цель, ты должен как-то это обосновать. Потому что там же... То есть совсем не обосновывают. Ну, а, пожалуйста, спросите. Я даже, кстати говоря, неизвестны даже авторы этих указов, потому что я вам должен сказать, что в целом ряде даже министерств наших, российских, до подписания как-то не очень подозревали, что такие указы готовятся. Так честно вам скажу. Приходится общаться. Понимаете, потому что, если говорить вот об этой культуре, это часть вообще профессионализма госаппарата. В большом смысле. В широком смысле этого слова. Это именно вот в этой культуре стратегического планирования принятия решений. Там же есть целый ряд известных всем, это же никакая не новость пунктов, да. Это постановка цели, затем, естественно, это все требует как бы некие субцели, это требует, конечно, ресурсы, это этапы развития. Потом, кроме того, мониторинг, контроль, вовремя корректировка, если что, и так далее. Там очень много, причем разные участники. Это же, допустим, ставят государство, но здесь должны быть общественные организации. Что значит государство? Государство это исполнительная власть, а законодательная она отдельная. Я даже в шутку, просто как эти указы... Чем тогда занимаются наши чиновники-то, которые курируют социальный блок-то? Я вот прям в растерянности нахожусь. Не только социальные. Если они подсовывают главе государства вот эти указы... Нет, я думаю, что... Может, они и так и над ним смеются. Указы, судя по всему, были написаны каким-то очень узким кругом, скорее, политологов, политтехнологов, чем экспертов, судя по почерку и тому, как это там сделано. Но я должен сказать, что я даже в шутку после этого написал в своем блоге, что, ребята, ну давайте мы теперь каждый год проводить общественные слушания по достижению вот этих поставленных, очень конкретных, очень жестко поставленных целей. Вот любопытно, в январе следующего года, или там, в феврале, когда будет статистика за этот год, ну давайте посмотрим, как у нас рождаемость повысилась, да, как у нас продолжительность жизни... Сравнительный анализ хотите, Евгений Шевчанович? Нет, нет, но это же... Это убийство, да, в условиях нынешней России. Нет, нет, но это... Ну почему? Да это же речь идет не о политике, не о том, что мы честно выборы должны проводить. Это просто какие-то параметры. Почему это происходит, вот вы спрашиваете, да? Причем, вот это утеря профессионализма, потому что я знаю многих людей, которые, в общем, люди, ну, достаточно компетентные, образованные, и, в общем, когда с ними разговариваешь, они все знают, все понимают. Но нет нужды, нет нужды. Ну вот нет нужды. Подожди, а куда мы идем-то? Вот тут я смотрю, уже идет реакция в моем твиттере, Андрей пишет, правильно говорит, Евгений Гондмахер, живем одним днем. Подождите, меня это не устраивает. Ну меня тоже это не устраивает. Нет, вот, допустим, казус, который произошел со стратегией 2020, знаменитый проект Путин, Путин инициировал в начале 2011 года, пригласил к себе Мау, Кузьминова, действительно, больших специалистов, возглавляющих крупных. Все по-взрослым, все серьезно. Ребята, сделайте мне, пожалуйста, стратегию развития страны до 2020 года. Ну, коллеги действительно там собрали десятки, сотни других экспертов, самых лучших вообще на самом деле. И там, в конечном счете, в конце прошлого года вышел вот такой том, он опубликован в интернете. Он есть там 800 или там сколько страниц. И там главная мысль-то была, коллег-то какая. Я, кстати, отказался от участия, потому что я знал заранее, чем это закончится. Так. Вот. Ну, не хотел тратить свое время пустое. Значит, коллеги что предложили? Совершенно разумно, я это полностью поддерживаю. Так называемый бюджетный маневр. Плюс 4% ВВП на образование, здравоохранение и инфраструктуру. И минус 2% ВВП, ну, в перспективе 2020 года, на оборону и правоохранительные деятельности и так далее. С точностью да наоборот. И, кстати, когда у нас там было одно из обсуждений, меня пригласили все-таки в качестве некого рецензента. Я авторам говорю, друзья, я абсолютно на вашей стороне. Плюс 4, минус 2, я даже более радикален, но не важно. А посмотрите, в тот момент проект федерального бюджета на 2012 год, он уже был и 2013-2014, он уже был внесен в Государственную Думу. То есть уже шанс на то, что он мог радикально поменяться, уже, в общем-то, отсутствовал. Я говорю, а посмотрите там какой маневр. Ровно обратный. И, кстати говоря, это подтверждено вот сейчас бюджетом, проектом бюджета, ну, пока его еще нет, но из бюджетной проектировки известно, на 2013-2014-2015 год. Тенденция ровно в другую сторону. Снова же, это мой упрек не экспертам, они честно отработали, они дали там много интересных мыслей и все. А решение-то, то есть получается, ребята, работайте-работайте, а решения-то все будут другие, принятые. Вот эти указы президента, вот они, типа, и все. Поэтому нет такой необходимости. Нет такой необходимости у тех, кто у нас руководит на нашей стороне. А какая у них мотивация-то тогда? Ну, вот кроме написания этих указов. Ну, вы знаете, мотивация такая. Как ни пафосно звучит, социальность, да, у нас же записана в Конституцию Российской Федерации. Ну, то, что мы социальное государство. Ну, кстати говоря, никто особо не знает, что такое социальное государство. Должен, на самом деле, напомнить, Юра... Правовое определение, да? Ну, это тема дискуссии, которая идет, между прочим, уже очень много лет, сразу же после написания вот этой статьи в 93-м году. Я тоже иногда в них участвую, хотя мне уже надоело, честно говоря. Потому что... Нет выхлопа, нет пользы. Ну, там же... Ну, это очень сложная материя, потому что такое социальное государство. Есть целый ряд стран, допустим, Соединенные Штаты... Но политики, в частности, господин Путин очень часто об этом говорит. Ну, вы знаете, есть Соединенные Штаты, где нет такого в Конституции, такой записи. На самом деле, ну, поверьте мне, я это тоже знаю и на себе, и бываю, и изучаю, и так далее. В Соединенных Штатах более социальное государство, чем, допустим, Россия, где это записано в Конституции. Ну, вы уходите от ответа. Это все-таки чем твои чиновники-то занимаются? Нет, дело не в чиновниках, а дело, безусловно, в той структуре власти, которая у нас есть. Потому что все решения сейчас у нас принимает один человек. Ну, стратегические решения, очевидно. А мы знаем, кто. То есть, вся, собственно, вот мы, как когда-то, помните, был разговор о вертикали власти. В вертикали, конечно, не получилось. На самом деле, это теперь, как, знаете, вот перед большим взрывом все в одной точке находится. Вот в одной точке. Это один человек, который, ну, я не знаю, я не могу заглянуть в голову к Владимиру Владимировичу, так сказать. Тут, знаете, чужая душа потемнет, как бы, ну, я вижу, как... А уж сознание тем более. Да, как это все происходит, мне кажется, я могу просто догадываться, что там ситуация такая. Решаем проблему по мере их поступления. Примерно так. Отлично. Вот поговорим о проблеме, которая действительно уже подступила. Сразу после красного выпуска новостей здесь в реальном времени Евгений Гондмахер. 19 часов 17 минут. Реальное время. Финам. Фэм. Меня зовут Юрий Пронько. И напротив меня здесь, в нашей московской студии прямого эфира, Евгений Гондмахер. Евгений Шлемович, вот как раз о ситуации, которая уже не просто подошла, а ее разрешение в ту или иную сторону будет иметь далеко идущие последствия. Я имею в виду очередной этап, я уже не знаю, какой по счету пенсионной реформы и тех инициатив, которые предлагает Минтруд. Вы прекрасно знали, что мы будем с вами обсуждать эту тему. Я ее обсуждаю уже не первый день. Я призываю господина президента не рубить с плеча и не идти на популистские уступки, очень циничные, прагматичные, в короткую, что называется, чиновников из Минтруда. Мне поступают разные реплики, мне рассказывают разные истории, кто там продавливает, чья это тема и так далее. Но я вижу, что Путин реально мельтешит, мельтешит в хорошем понимании этого слова, он не рубит, он ждет вот этих предложений, и меня это крайне настораживает. Пункт первый, то, что, как мы говорили, все зависит вновь от одного человека, куда это все повернет. Пункт второй, я обеспокоен даже не столько личными накоплениями, и тех коллег, которых я знаю, и там, в общем-то, суммы, я не буду это рассказывать, не плохие, мягко говоря, да, меня пугает то, что чиновники могут нанести окончательный удар по взаимоотношениям между гражданином и государством, как это не пафосно, простите, звучит, но доверие будет подорвано окончательно, и я не знаю, когда оно может быть восстановлено, поэтому хочу услышать ваше мнение. На самом деле мы действительно имеем конфликтную позицию внутри правительства, что очень редко, потому что здесь конфликт не просто, знаете, там, эти просят там 100 миллиардов, а этих не хотят давать, хотят дать 20. Нет, это конфликт идеологический, кстати, к вопросу о том, о чем мы с вами говорили. Потому что Минтрут, к сожалению, вот судя по тем документам, по тому документу, который они публиковали, исходит абсолютно сиюминутная вещь. Вот действительно решаем проблему по мере поступления. Ну, есть проблемы дефицита пенсионного фонда. Ну, дефицит, он же виртуальный. То есть пенсии выплачиваются, пенсии индексируются, слава богу, никаких задержек нет. Ну, да, федеральный бюджет там более триллиона рублей, там, по-моему, 1,3 уже триллиона каждый год там перечисляют. Причем это быстро растет сумма. Это чем дальше, тем больше. Да, и прямые трансферты из федбюджета будут увеличиваться. Да, и проблемы у федерального бюджета в этом смысле они есть. Потому что ясно, что он должен тратить немножко на что-то другое. Не только на оборону безопасности. Но, кстати говоря, то, что снижаются расходы федерального бюджета, вот на ближайшие годы это запланировано просто впрямую, на образование и здравоохранение, отчасти, отчасти можно связать с тем, что, ну, пенсия это святое. Ну, ты же не можешь уменьшать пенсии. Это абсолютно очевидно. Значит, и поэтому Минтрут, как отвечающее ведомство за пенсионную систему, он вот встал вот на эту позицию, может быть, пытаясь угадать мотивации Владимира Владимировича, что, типа, решаем проблему в таком тактическом смысле. В короткую, то, что я называю, в короткую, да. Что будет через 10-15 лет нас не волнует, и вот надо сейчас отчитаться, красиво и прочее. Кстати, горизонт нормальной пенсионной реформы, в течение которой особо менять ничего не надо, ну, небольшая косметика, ну, это 15-20 лет минимум. То есть установили правила игры и не дергайтесь. Ну, хорошо, у нас за 10 лет, с 2002 года, три раза минимум были достаточно радикальные изменения. Ну, вот что это? От слабоумия, Евгений Шлемович? Ну, нет, ну, я еще раз говорю, это вот ровно та сиюминутная, я могу проиллюстрировать, но давайте вернемся к нынешней ситуации. Это была ровно та же самая борьба сиюминутностью и все-таки попытка некого стратегического видения вот на сколько-то лет вперед. Так вот, Минтруд вдруг занял позицию, что, ребят, надо сделать так, чтобы дефицит пенсионного фонда уменьшить, а вообще там, как у них написано в документе, в некой перспективе, там, ну, нескольких даже лет, фактически сделать так, сколько пенсионный фонд собрал, столько он и выплатил. Ну, это что означает в переводе на наш простой, так сказать, русский язык? С русского на русский, да. С русского на русский. Это означает, что, как это было в советское время, сколько у государства есть денег, столько тебе и дадут. Пенсионер. Все. А если у государства... Собьес. Собьес. Это ты полностью зависишь от государства, вот от его милостыни. Собрало больше денег государство, ну, тебе дадут чуть побольше, поменьше. Значит, и это выравнивание. Это вот то, от чего, кстати, страдала советская. Неплохая, кстати, для того, для той политической, экономической системы, которая была тогда, мы к ней слабо не вернемся. Но внутри той системы, та пенсионная, пенсионный элемент был органичен, потому что там все зависели от государства, понятные по всем другим параметрам, там было выравнивание. Там же пенсии очень мало отличались друг от друга. В общем, друг от друга. Та система работала в той ситуации. В той ситуации. Сейчас же делается тем самым попытка, я не знаю, понимает Минтрут это или нет, но вернуться вот в наши новые, абсолютно уже новые. Мы имеем, конечно, проблемы с рынком и так далее, большие. Но, кстати, в Советский Союз, я надеюсь, все-таки мы не вернемся. Это, значит, и это первое, что их осенило. Я думаю, что они считают там, вот авторы этого документа, что они могут прийти к Путину и доложить. Владимир Владимирович, вот смотрите, у нас дефицит пенсионного фонда, а мы вот раз-раз и через 5 лет мы его делаем нулевым. И они думают, что Путин это поддержит. Самое интересное, что Минфин, профильное министерство, которое как раз он мог бы выступить с такими, ну, я бы сказал, я подбираю мягкое слово. Прагматичными. Прагматичными, да. Прагматичными. Я хотел сказать драконовскими, но так прагматичными. Ну что, Минфин отвечает за бюджет. Конечно, вот если бы Минфин с этим выступил, я сказал, ну, все понятно, но Минфин, он и есть Минфин. Он всегда, вы знаете, у Минфина никогда нет денег, даже если они есть. Это известная позиция, правильная позиция. Но для этого есть другие министерства, для этого есть вышестоящие начальники, которые Минфин ставит как бы на место. И в этой ситуации Минфин против. Так Минфин как раз и говорит, ребят, что вы прицепляетесь к этому дефициту пенсионного фонда? Мы платим трансфер. Мы, там есть другие предложения, как его снизить, но не за счет вот этой копилки, которая будет пенсионером и нынешним, и будущим. Как раз вот накопительная часть, Минфин ее категорически отстаивает, потому что Минфин говорит, что через 15-20-30 лет вот эта ситуация, она как раз и приведет к тому, что этот дефицит будет потихоньку снижаться, и может быть, там действительно через 30-40 лет станет практически нулевым. Там действительно под это истинно. Но надо подождать, да, 20-30 лет. И это, конечно, парадоксальная ситуация. И вот они, конечно, схлестнулись, вот эти две позиции. Как бы Минтруд с пенсионным фондом. Минфин его поддерживает в целом Минэкономразвитие. То есть вот такая интересная ситуация. Ну, действительно, у нас орбитарь один. Это последствия будут не просто далеко играющими. Я просто вот обращаюсь к госпоже Голодец. Ну, неужели она не понимает, вот этим ударом наносится просто убийственное, убийство, самоубийство в отношении гражданина и собственного государства? Ну, от Ольги Юрьевны в данной ситуации мало что зависит. Должен, кстати, сказать, что она поддерживает позицию Минтруда. Для меня было, честно говоря, сюрпризом, потому что я ее знаю много лет, Ольгу Юрьевну, и как-то считал... Она даже была не так давно членом комитета РСПП по пенсионным. И я был удивлен, да. То есть все-таки определенный бэк вокруг человека тоже есть. Ну, я еще раз говорю, давайте тут это не будем обсуждать, потому что это не от нее, в общем, зависит. Есть один человек, это Владимир Иванович Путин. У него было совещание 30 августа, он туда пригласил все действующих лиц, чиновники, там не было экспертов, и вот обе позиции там были представлены, решение он никакого не принял. Он сказал, что, ребят, 1 октября у нас есть такой срок поручения президента, я жду от вас согласованной позиции. Ну, посмотрим. Честно говоря, я не очень понимаю, как, допустим, Минтруду, у которого действительно есть документ, потому что Минфин такой, как бы, альтернативный документ не подготовил. У него есть разрозненные там предложения, известные давно, но поэтому, как бы, шар на стороне Минтруда, он должен теперь согласовать с вот этими всеми министерствами некий общий вариант. В конце сентября должно быть заседание правительства, на котором этот общий вариант должен быть представлен, одобрен, и потом 1 октября они представлены Путину. Вы не будете сейчас обозначить, к какому решению может склониться господин президент? Ну, я думаю, что господин президент склонится к очень простому решению, которое, собственно говоря, он всегда и делает. Он это дело подвесит, так называется на бюрократическом языке. Я думаю, что он скажет, ребят, даже если будет представлен какой-то компромиссный вариант, в чем я сомневаюсь, почему? Потому что в данном случае компромиссный вариант, значит, тоже неэффективный. Знаете, это, значит, кусками сложили оттуда, оттуда. Это еще хуже, на самом деле, да. Потому что надо выбрать либо эту позицию, это цельная позиция. Минтрудовская позиция цельная. Возврат к САБЕСу, когда от вашего заработка ничего не зависит, практически. Зависит, кстати, очень много от стажа, как это было, причем непрерывного стажа. Возвращаемся к позиции, которая была вообще в советском, помните, непрерывный стаж. Не дай бог вы там полгода где-то не работали, и все, и у вас там пенсионные ваши права резко снижались. Все обнуляется и вперед. Но это было очень невыгодно. Вот, это есть одна концепция цельная. А у противников этой концепции нет цельного, да? Ну, она не написана в виде какого-то документа. Ну, она все равно есть. Ну, поручение президента вообще-то дано правительству, а правительство это дело транспортировало. Это такая бюджетическая профильное министерство. Если бы это было поручено Минфину, тогда, наверное, Минфин бы что-то выдал. Нет, я повторяю, у Минфина, у Минэкономики, у них есть позиция, которая очевидна, понятна. Хорошо, Владимир Путин подвешивает ситуацию, да? Да, он, я думаю, скажет так, ребят, пообсуждайте еще. Это, кстати, мы на этом настаиваем. Вот мы все специалисты, кто этим занимается, причем люди с разными взглядами на то, как нужно реформировать пенсионную систему. Потому что, чего нет, вот у нас в очередной раз начинается вот эта система подковерных всяких маневров. Бульдожьих схваток. Потому что там же, что еще, я бы сказал, возмущает. Потому что в документе Минтруда написано, что многие пункты, которые они предлагают, должны быть с 1 января 2013 года, то есть вообще-то уже осталось-то чуть-чуть, уже начать реализовываться. Это что означает? Это уже чисто бюрократически. Значит, хорошо, Путину 1 октября представляют. Хорошо, Путин 2, допустим, октября. Что, маловероятно, пишут. Окей, я согласен, давайте. Значит, они должны успеть разработать соответствующие проекты законов. Внести это в Госдуму. Проштамповать в Госдуме. Ну, Госдума может, безусловно, там за 2 дня, там за 3 дня, хотя это сложнейшие законы, безусловно. Может проштамповать. Но, тем не менее, это все равно пройдет октябрь-ноябрь. Потому что эти законы же надо еще в правительстве согласовать. А ведь надо же еще потом, по итогам принятия законов, принимать кучу подзаконных актов. Постановление правительства, распоряжение пенсионного фонда и так далее. А 1 января уже надо. То есть, здесь даже чисто бюрократически эта вся затея обращена просто на управленческий провал. Это к вопросу о стратегии и тактике. О чем мы говорим. То есть, потеряна полностью культура. Цель. Куда идем? Ну, да. То есть, понимаете, вот это больше всего возмущает. Потому что, как это было, помните, с законом новой редакции закона пару лет назад, о обязательном медицинском страховании. Когда еще была Татьяна Алексеевна Голикова, министров соцразвития. Они, типа, там, по-моему, 25 мая 2010 года разместили на сайте Минздрава соцразвития проект. Вообще, фундаментальный закон. Вообще, новая редакция большого закона. Разместили на сайте Минздрава соцразвития. Написали, ребят, обсуждать этот. Через три дня ряд депутатов от Единой России этот закон уже вносят от своего имени. Вносят в Государственную Думу. И в июле он торжественно принят. Все. И, кстати, никакого обсуждения как такового, хотя вызвало сразу же, буквально в первые дни, негативные ряды экспертов, бизнесменов, пациентов. Даже внутри правительства. Почему они это сделали? Внутри правительства тоже были оппоненты, которые говорили, что нельзя этого делать. Тот же самый, по-моему, Минфин. И так далее. Тогда Татьяна Алексеевна делала ход конем через, видимо, Владимира Владимировича. Очевидно, что только он мог дать указания. И вот таким вот образом это все получается. Понимаете? А в результате, кстати... Надеюсь, хватит ума в этой ситуации не повторить подобную практику. А в результате сейчас, кстати, качество этого закона уже, очевидно, всем оно крайне низкое. Крайне низкое. Вот. И поэтому вот я говорю, тут вот это самый, пожалуй, плохой пункт. Хорошо, можно с минтрудом спорить. Давайте мы это сделаем, ну, как это положено. У нас, кстати говоря, вот предыдущий этап пенсионной реформы 2002 года, ее обсуждение публичное началось в 97-м году. Четыре года обсуждали. Был, между прочим, Национальный совет по пенсионной реформе при президенте, который возглавлял Касьянов, тогдашний премьер-министр. Сейчас совет есть? Нет. Совета у этого нет. Он, как только реформа была запущена, он фактически перестал существовать. Я был вообще секретарем этого совета, поэтому я как бы все помню. Потому что как раз нужно было этому совету продолжать работать, мониторить ситуацию. Там кое-какие вещи, все равно же были шероховатости. Вовремя подправили все. Нет, потом посчитали, что все нормально. Знаете, как ребенка родился, его из роддома выбросили на улицу. Так, теперь сам там ищи дорогу домой, там, кормись, там, одевайся и так далее. Вот и получилось. Меняй пеленки и подгузники, да. Понимаете? Евгений Гондмахер здесь в реальном времени. Продолжим после краткого выпуска новостей. 19.32, реальное время, Финам. 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 Сегодня у нас в гостях письма на финам.фм. Там идет и прямая веб-трансляция. Звонки на многоканальный телефон 651099,6, код Москвы 495. Вин Шерыч, ну вот мы сказали о очередном 125-м этапе пенсионной реформы в России. Я просто ерничаю, да. За последние 10 лет. Да, за последние 10 лет. Хотя мы уже договорились, что минимальный временной лаг, как минимум, 15-20 лет. Без шараханий стороны в струны. Вы сказали о том, что в проекте финансовой политики на ближайшие годы сокращение образования, финансирование образования из федерального бюджета. Потому что там говорят те, кто это предлагает, что пусть региональные бюджеты компенсируют вот это вот падение финансирования из федерального. В зависимости от региональных бюджетов. Возникает вопрос откуда, а где они возьмут деньги. И где будут эти самые трансферты. На ваш взгляд, эти темы могут вызвать социальные волнения? Вот я вспоминаю историю с монетизацией льгот. Я очень жалею, что ее не довели до конца. Вот до того, что... Вот знаете, у нас модно было в одно время Зурабова просто распинать в буквальном смысле. Это на самом деле этот политик, он был цельный. Он имел свое представление. Кто-то мог с ним соглашаться, кто-то не соглашаться. Но он вел свою линию, да. Трухнули, реально трухнули. И все-таки не довели до конца. Я хочу понять, вот нынешняя ситуация может спровоцировать? Нет, нет. Как раз здесь, в отличие от монетизации льгот, ответ отрицательный. Почему? И это, кстати говоря, это плохо. С моей точки зрения. Это говорит о том, что, конечно, наше общество... Оно нормальное, оно ничем в плохую сторону не отличается. Но оно просто уже давно махнуло рукой на государство. Я бы так сказал. То есть как, смотрите, нынешние пенсионеры. Нынешние пенсионеры от этой пенсионной реформы, там ни холодно, ни жарко. Им, то, что будет реквендировано, накопительная часть их абсолютно не касается. Это политический вопрос, как для Путина. Это принципиально важно. Вот у нас все будет рушиться, а пенсию он будет финансировать. И будет даже индексировать, там, и так далее. Поэтому, так сказать, этот, вот эти почти 40 миллионов человек уже, они, ну, у них нет даже поводов, стимулов. Ну, есть общее недовольство низким размером пенсии. Да, это правда. Ну, этого недостаточно. Да, ну, этого мы уже видим, сколько лет это происходит, потом, ну, потихоньку они растут. Если мы возьмем, допустим, молодых, вот другой, как бы, полюс, да, те, кто сейчас входит в трудовую жизнь, они уже давно махнули рукой на государство. Ну, так, по большому счету. Во-первых, давно проведены исследования, люди... Так я тоже махнул, но они же теперь пытаются в мой карман залезть с другой стороны. Да, да. Ну, вы понимаете, люди молодых возрастов в своей массе, к сожалению, вообще не проинформированы о том, что такое пенсионная система, какие у них права. Ну, например, вот те же самые 6% накопительного обязательного элемента, сейчас немножко стало получше. Сейчас вот в частной компании уже вот перевело где-то четверть людей. На первом этапе реформ это было менее 10%. Ну, это люди, кстати, даже не молодые, в основном это средний возраст. Кто уже так помастите, повзрослее, там, и прочее. А молодые, вот в своей массе, как показывает опыт, мотивации очень простые. Во-первых, надо до пенсии дожить, еще далеко, там, 30-40, там, не знаю, сколько лет. И доживули, это первое. Второе, действительно, ну, да, государство мне ничего не даст особого, но 3 копейки даст. Вот, знаете, вот такая парадоксальная ситуация. С одной стороны, нет патермализма. С одной стороны, я не надеюсь, но свои-то паечку-паечку дадут. Ну, какой-то там прожиточный минимум в виде вот фактически посудия. Да, ну, сейчас же у нас гарантирован пенсионерам, по крайней мере, пенсия должна быть ниже прожиточного минимума регионального. И это как бы соблюдается. И я бы сказал так, растромашить этих людей, и потом у них, кстати, больших накоплений особо нет. Даже кто начал уже участвовать в этой системе, потом деньги-то виртуально, ну как, они живые, но если бы мы с вами их платили из нашего собственного кошелька, как вот, допустим, там, ну, подоходный даже на лук, да? Да, 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 я понимаю. А тут же платят работодатели, ну, есть там какой-то, ведь у нас ведомости. Но это деньги ваши, господа. Нет, ну, это правильно, это надо объяснять, это то, что называется грамотность в широком смысле слова. Вообще, помню, в начале пенсионной реформы 2002 года была даже такая мысль шальная по тем временам, но, как оказалось, она была правильная. Вообще, надо преподавать спецкурс в старших классах. Просто ребятам, которым там исполнилось 16 лет. Финансовые грамматики, согласен. Да, им надо просто рассказывать, вот как складывается твоя пенсия. Вообще, что такое финансовые рынки. Вот там не только пенсии, там же много. Какие производные, да. Ну, конечно, это же, короче, это важный элемент социализации молодых людей. Но у нас же в государстве российском с подачей власти считается, что финансовый рынок, это же нереальный сектор. Да, да. У нас же кувалдой принято, вот там, вот там все реально. Тем более, что сейчас вот эти сложности на финансовых рынках за границей, и говорят, ну, вот видите, что мы будем тут о каких-то финансовых рынках, вот они там на западе. Евгений Шлемович, так, простите то, что перебью, да. Я, потому что тоже эти реплики постоянно слышу. Я обращаю внимание всех, финансовый кризис, в первую очередь в Европе, да, и о посредом в Соединенных Штатах спровоцирован политиками и чиновниками. Это надо понимать, не бизнесом. Здесь финам ФМ, это вопрос ставится достаточно профессионально. Порой здесь тоже бывают такие вопросы. Ну, тем не менее, тем не менее. Потом, смотрите, возьмем средний возраст, да, уже состоявшиеся у людей, кому там 30, 40, там 50 лет. Да, у них, значит, ну, вы знаете, что 67-й год рождения моложе, у них есть вот эти 6%. Но там ситуация такая, снова же платит работодатель не я, потом эти 6%, они дают все-таки для этих людей пока небольшую прибавку к пенсии, даже если это будет существовать дальше. Потому что надо было, на самом деле, в отношении них развивать, во-первых, больше процентов, во-вторых, давать им возможность самостоятельно еще стимулировать, что ты еще сам придешь с работодателя в корпоративную систему, в частный банк, в частный управляющий, в частный, вот, не государственный пенсионный фонд. Еще денежку свою личную кровную отложишь, ну, ты, например, получишь вычеты из подоходного налога, банк, куда ты вложил, получит вычеты, например, налога на прибыль, ну, и так далее. Это целая, вот, действительно, финансовая инфраструктура, которая, кстати, более-менее работает на Западе. Десятилетия. Почему у нас в России это не внедрить? Ну, хочется спросить этих умников с Краснопрестненской набережной. Они этого не понимают. Правильно, правильно. Кстати говоря, когда вводили накопительную, обязательно накопительную систему, исходили именно из того, что это будет подстроено под нее, и тогда все, что называется, будет кумулятивный некий эффект. А этого, к сожалению, в силу разных причин, не сделал, ну, например, там, не государственный пенсионный фонд вынужден отчитываться каждый год вот этой прибыльности, но год на год не приходится. И у них получается так, чисто психологически, по всем средствам АСВР, вот этот год, минус там какой-то. На самом деле, на Западе такая отчетность идет раз там в пять, если не в десять лет. Потому что, как показывает опыт, ну, эти же длинные деньги. 30-40 лет, как правило, это хотя бы от инфляции ты за эти деньги сберегаешь, не говоря уже о другом. Поэтому, я бы сказал так, что здесь, вот, вот, вот это, да, средний возраст. Тоже вряд ли у людей будет какое-то желание как-то куда-то что-то прийти. Работодатели, которые, собственно, платят, да. Ну, я бы сказал так, пока на них не будет увеличен взнос, а это рано или поздно, если вот эта Минтрудовская схема будет взята за основу, на них будет все равно увеличиваться, так называемые, вот эти страховые взносы. Будут никуда. Мы же видели, вот, хвост сейчас, да, сверх 512 тысяч рублей, обложили 10-процентным, считайте, налогом. Он, кстати, не увеличивает пенсионных прав вот этих людей, которые много зарабатывают. Это налог. Это налог. Это уравнительный налог. Конечно, конечно. Кстати говоря, введение вот этой верхней шкалы 512 тысяч рублей, с которой берется обязательный взнос, по крайней мере, было преждевременно. Мы об этом говорили много раз. Но неважно. Я просто сказал, что бизнес, да, но бизнес ведь реагирует на такие вот вещи. Кстати, то, что предлагает Минтруд. Они предлагают уже буквально с 1 января начать вводить дополнительный взнос. 13-го, я поясняю слушателям, да. 13-го года, да. Дополнительный взнос на тех, у кого есть список, один список, ну, вредные условия труда, которые предполагают досрочный выход на пенсию. Те, конечно, нужно решать эту проблему, но не таким топорным образом. Ты тогда с бизнесом, вот мы буквально позавчера проводили в РСПП комитет по пенсионному обеспечению, там, социального страхования. И там был и Кудрин, и Шохин вёл это, и Юргенс, ну, все, как бы, люди, которые, был топилин, кстати, министр труда, люди, которые к этому имеют прямые отношения. Но все говорят, Минтруду, ну, дорогие, конечно, надо решать проблему этих досрочных пенсий, потому что это всё ложится бременем на пенсионный фонд. И в результате, кстати, нынешней пенсии можно было бы увеличить. Потому что это треть у нас людей выходит на пенсию досрочных. Но нельзя же таким нахрапом говорить работодателям, ставить их перед фактом. Ребят, вы платите плюс столько. Ну, есть же понятие прибыльности, там, дивиденды, ну, и так далее, и так далее. Но если это станет неприбыльным... Да, но есть элементарные законы экономики. Ну, конечно. То есть, работодатель, ну, снова же, он не будет выходить на улицу, он просто ногами. Ну, как у нас это уже идёт, между прочим. Да. Так вот, и у меня вновь возникает, Евгений Шлёмович, вопрос. То есть, получается, простите за журнанизм нашей нынешней российской молодёжи, да? То есть, лохами-то оказались те, кто в белую всё платит. Ну, в общем, да. В общем, да. Кстати говоря, зафиксирована тенденция в последние пару лет, когда, помните, там было повышение взноса, потом снижение вот это, до 34% было совокупное. Потом снизили до 30%, но ввели вот эти 10% на хвосты. Ну, зафиксировал даже, кстати, Минфин, не только эксперты, что снова в тень пошли. Уход. Уход в тень, потому что люди не хотят действительно это всё платить. Работодатели. А работники с этим соглашаются. И им можно 20 раз объяснять, что у тебя пенсии будет меньше. Но так как у нас ввели вот этот обязательный, вот этот верхний предел, с которым берутся взносы, у нас же ввели пару лет назад, так тихо-тихо, а советский элемент, максимальный размер пенсии. Ведь в чём была философия 2002 года? Что, дорогие, сколько накопил, это от тебя зависит. Столько ты получишь пенсию. Любую. Вот нет потолка. А тут у нас теперь всё. У нас же сейчас по нашим рублям, там через лет 15-20, когда будут выходить люди, которые в основном в этой системе после вот этого введения потолка живут. Потому что там есть свои схемы расчёта пенсии. Это по нашим рублям там 12-13 тысяч рублей пенсия максимальная. Это уже всё рассчитано. То есть мы возвращаемся... Так нет, я почему говорю, что это элементы советской системы, они уже внедряются. Вот так, ползком, ползком. А то, что предложил Минтрут, это фактически сделать логическое завершение в виде уже, так сказать, полностью... Ну так объявите, что мы возвращаемся в СССР. Да, да, да. Поэтому я говорю... Будьте откровенными собственными гражданами. Но при этом, Юра, всё-таки отвечаю на ваш вопрос. Ну вы видите, как это всё раскладывается. И, конечно, поводов для волнения я не вижу. Значит, это очередные поводы для разочарования у целого ряда слоёв. У тех же высокозарабатывающих людей, у того же самого бизнеса, который, вы сами понимаете, своё недовольство выражает не в том, что ходит на улице. Всё-таки. Это правда. Я, на самом деле, вот теряюсь в объяснениях. То есть, мне кажется, это, на самом деле, катастрофа. То, к чему мы приближаемся. Именно я это без фавции ещё раз подчёркиваю. Ну, катастрофы бывают разных типов. Бывают катастрофы типа монетизации льгот, о которой вы говорили, Юра, когда буквально в течение нескольких дней вдруг всё возбухло. А бывают вялотекущие катастрофы. Понимаете, есть же понятие такого, знаете, управляемого взрыва, который может быть расценан на годы, даже на десятилетия. Вот в чём дело. Это тоже, это тоже катастрофа. Просто надо это иметь в виду. Здесь Евгений Гонтмахер, член правления Института современного развития, доктор экономических наук. Ваши звонки на 65 10 99 6, код Москвы 495. Ваши письма на финам.фм. Давайте некоторые из них сейчас успеем, наверное, на одно письмо ответить. Ну вот Андрей пишет. Махнул на государство, перевёл в НПФ в 2009 году. А так инструменты, брокерский счёт, вклады в рублях и долларах, а по минимуму согласен чисто 150-200 евро пенсии, компенсация от государства. То есть, понимаете, это слушатели финам.фм. Я же прекрасно понимаю. То есть, да, для них понятно, что такое брокерский счёт, какими инструментами на финансовом рынке можно пользоваться. Но здесь я соглашусь с моим гостем, Евгений Шлёмович, это мизер. К сожалению, вот как-то не печально звучит, но финансовая малограмотность. Нет, нет, вот смотрите, Юра, я говорю, уже четверть тех, кто имеет право на обязательный накопительный счёт, уже четверть перевели свои деньги либо в НПФ, либо в частную управляющую компанию. То есть, это уже люди, которые что-то знают, что-то понимают. Причём, вот я ещё раз говорю, вот если сейчас объяснять молодым ребятам, кому там 20 лет, 25 лет, ну, люди же грамотные с какой-то точки. Все в интернете, все могут элементарно зайти, тут никуда не надо ходить, ни в какой пенсионный фонд там обивать пороги. Просто надо объяснить, надо показать, и это возможная ситуация. Просто здесь у нас есть, у нас есть, конечно, комплексная проблема общения и доверия государству. Ну, ладно, пенсии. Вообще государству как таковому, как институту, в том виде, в котором... Так чиновники и добивают это уже, окончательно добивают. Да, поэтому можно даже, кстати, говорить какие-то хорошие, приятные вещи. Вот тут Медведев объявил, что у нас там в 15-м году пенсии будут в полтора раза увеличены. Ну, может быть, но снова же я всегда спрашиваю, а за счёт каких ресурсов? Вот где они возьмут? Кто будет оплачивать счёт? Кто будет оплачивать, это же общая копилка, это взносы нынешних работающих людей. Я говорю, дай бог здоровья пенсионерам, я только был бы рад, если бы у них была больше пенсии. Ну, это же как бы сальдо. Ну что, федеральный бюджет будет ещё больше отвлекать денег, действительно. Даже пусть будет от обороны. Даже пусть будет на то, чтобы платить туда. Понимаете? Хотя есть другие источники. 20 триллионов программа на ОПК. И не моё, а заявление Генеральной военной прокуратуры. Как минимум от четверти до трети, дальше многоточие разворовывается. Заявление Генеральной военной прокуратуры. Ну, это так, к слову. Евгений Гондмахер остаётся здесь, в московской студии прямого эфира. В реальном времени ваши звонки и письма сразу после краткого выпуска новостей. 19.48, Финам. Финам. Реальное время. Наш сегодня с вами собеседник Евгений Гондмахер. Добрый вечер, в эфире. Как вас зовут? Добрый день, меня зовут Дмитрий Москов. Да, пожалуйста. Меня очень интересовала мысль по поводу самостоятельной выплаты выплаты всех санкционных участвений и прочих социальных выплат государства самостоятельного работника. Я знаю очень немало предпринимателей, которые мечтают об этом. Мы думаем о том, что в команде небесной. Потому что не придётся платить зарплату в конвертах. И, собственно говоря, работодатель кинет сюда эту шутокношу. Работодателю не придётся объяснять работнику, почему он плачет эту огромную сумму. У меня вопрос. Почему у нас государство так не хочет вести эту вещь? Спасибо. Да, спасибо. Ну, имеется в виду, почему государство всячески препятствует тому, чтобы человек сам лично управлял своим будущим вообще-то. Кардинально изменить, вообще радикально изменить ситуацию. Вы понимаете, я всегда на это говорю, что вообще-то вот эта вот новация, так называемая Минтруда, хотели они того или не хотели, но она лежит абсолютно в тренде, который мы видели тем летом. У нас вообще забирает ещё одно пространство свободы. Вы понимаете, ведь если вы распоряжаете своими деньгами, никакой политики вроде бы в этом нет, да? Но вы же в любой момент можете предъявить претензии. Например, даже, ладно, там частные компании, но есть же регуляторы, есть государства, которые эту частную компанию, управляющую или не государственным пенсионным фондом, ставят сейчас, кстати, в очень сложное положение по многим пунктам. То есть вы начинаете расширять это пространство, вы на самом деле переходите действительно, потом вы скажете, почему я 6% только могу отчислить? Обязательно. Я хочу больше. Да. И работодатель тоже сам. Моя ситуация позволяет это сделать. Кстати говоря, о развитии корпоративных систем. У нас сейчас только, по-моему, порядка 8 миллионов человек входит в корпоративные, но добровольные системы. Почему? А почему это не развивается? Да потому что это часто невыгодно из-за того, что всё облагается налогом. Слушайте, пенсия, которая выплачивается из негосударственного пенсионного фонда, добровольная, добровольная, она облагается подоходным налогом. Да вы что? Интересно. Слушайте, я сейчас выпаду из зоны русского литературного языка. Минуточку. А что это вообще сидит там и принимает подобные решения? Я почему и говорю, что... Кстати, была очень любопытная дискуссия, вот отвечая на вопрос Дмитрия, потому что идеология, когда начиналась реформа 2002 года, и там, вот когда, ну там же было право выбора, дано, да, вот это вот, между, обязательно копить, то есть между частной управляющей компанией тогда и государственной управляющей компанией. Я помню, мы обсуждали в правительстве вопрос, надо бы рекламировать людям, сказать, что есть такой выбор. На что некоторые люди в правительстве, не буду знать фамилии, они сказали, а зачем, наверное, рекламировать за государственный счет частной компании? Пусть они сами себя рекламируют. Потому что там предполагалось, что пенсионный фонд будет иметь большую программу информирования людей о начале пенсионной реформы. Знаете, в Швеции, где аналогичная пенсионная система, кстати говоря, там в каждый почтовый ящик бросили, у меня есть этот плакат, когда они начинали, плакат вот такой вот, он так разворачивался, и там наглядно, то, что сейчас называется инфографика, тогда это так еще не называлось, наглядно показано было, как, чего, где твои деньги, куда ты можешь идти, в каждый почтовый ящик. А у нас ты бросишь в каждый почтовый ящик, там будет написано, ты можешь перевезти в частную управляющую компанию. А зачем? Зачем нам рекламировать частную управляющую компанию? Вот такая вот была идеология. И, кстати, тоже любопытно. Письмо счастья, обратите внимание, откуда произошло понятие молчун, которых было тогда более 90%. Потому что тебе приходит, да, письмо, и ты должен сделать выбор, да, между государственной управляющей компанией и частной. Так чтобы попасть в частную, ты должен заполнить заявление. А если ты его не заполнил, то автоматом идешь в государственную. Ну это же заведомое неравенство. Причем оно, знаете, вот таким вот хитрым способом было... Да, российские чиновники очень прагматичные люди. Казалось бы, мелочь, казалось бы, мелочь. Но очень важная. Так она... Вся жизнь состоит из мелочей. А если бы нужно было писать заявление и туда, и туда, я еще не знаю, может быть, было бы не 10% в первый этап, а может быть, сразу 20% выбрали бы частные компании. И так далее. Понимаете, поэтому вот это идеология. Вот о чем Дмитрий говорит. Как вы считаете, все-таки вот мысль Дмитрия, да, которую мечтают многие предприниматели, она реализуема или это так и останется фантазией? Пока нет. Нереализуема. Пока, пока нет. Да, я понял. Вы в эфире. Как вас зовут? Вечер добрый. Здравствуйте. Сергей, меня зовут. Я вот хотел бы, господин Готтмахер, все-таки вот мне непонятно вопрос задать. Вот если будет все-таки одинаковая пенсия у всех, ну богатые люди, они сами себе на пенсию накопят. Ну а люди же в основном-то, если будет нормальная пенсия, это же хорошо. Вот почему вы против то, что если пенсия будет у всех? Да, спасибо. Вы знаете, парадокс заключается в чем? Он заключается в том, что да, можно всем платить, это будет называться, правда, не пенсия, это будет называться пособие по возрасту. Ну, это ничего плохого, обидного, кстати говоря, нет. Но расчеты давно все сделаны, это пособие будет низкое для всех. Вот в чем дело. То есть обеспечить, чтобы оно было там, допустим, какое-то достойное, чтобы люди на этом могли нормально жить, невозможно. Невозможно. Хотя бы в силу демографии. Посмотрите, у нас сейчас где-то 37 миллионов пенсионеров, уже даже немножко побольше. А вы знаете, сколько плательщиков вот этих страховых взносов у нас в стране? 50 миллионов. Значит, получается, что... И, кстати, соотношение ухудшается. Буквально лет через 5-10 у нас будет один к одному. Понимаете? И вот на эти деньги, вот этого, там, страхового взноса или налога, давайте ведем налог на пенсии, что вы можете в условиях такой демографии выплатить в виде вот этого одинакового пособия? Все равно 3 копейки. Все равно 3 копейки. Вот он. И потом, вот понимаете... Нет, давайте мы договар... Я всегда говорю, пенсионные дела, это общественный договор. Давайте мы договоримся. Вот со слушателем, с многими другими. Скажем так, государство вам будет должно 3 копейки, когда вы ходите на старость. Да? Остальные сами зарабатываете. Действительно, если вы много зарабатываете, идите в банк, идите, там, не знаю, покупайте квартиру, там, храните в железной банке деньги. Это ваша проблема. Так давайте об этом договоримся. Не ждите тогда от государства, что будете как сыр в масле кататься. Я не хочу никого вот сейчас обидеть, еще раз это подчеркиваю, да. Значит, меня больше всего интересуют не люди богатые и не люди бедные. Да, богатые свои проблемы решают. Я согласен. Я пекусь в первую очередь о так называемом среднем классе, мидл классе. Понимаете, вот нравится это кому-то, не нравится, но именно эти люди являются тем движком, который вот в буквальном смысле прет экономику вперед. Вот кто бы мне что ни говорил. Но, чтобы меня не обвинили в там цинизме, потому что мой цинизм на фоне цинизма чиновников вообще меркнет на самом деле. А я считал и считаю, люди малобеспеченные, это прямой функционал государства. Это прямой функционал. Вот ими и занимайтесь. А не лезьте в карманы среднего класса. Они как-нибудь сами разберутся. Куда и как и в каком объеме. Вы в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу сказать по поводу того, что оптиметические оценки вашего собеседника по поводу 25% людей, которые несознательно... Ну, это официальная статистика. По поводу того, что я работал в одной из аффилированных структур АФК-системы, которая имеет свой НПФ-фонд. И сами понимаете, что все аффилированные структуры АФК-системы были в добровольно приняты на порядке, и в это дело подтянуты. Так, ну... То есть чисто по советским законам. То есть это первое... Да, да. Можно я сразу отвечу? Действительно, я с вами согласен. Ну, я знаю эту систему корпоративного, дополнительного пенсионного учреждения. Кое-где это делается добровольно принудительно. Кое-где, но не везде. Должен сказать, далеко не везде. Ну, тем не менее, какой-то процент достаточно большой здесь. Ну, я и знаю. Второе, вот я сам лично пытался немножко заниматься индивидуальной деятельностью, мелкой достаточно. И когда при двух сотрудниках я плачу государству зарплату еще на одного сотрудника, мне извините, это достаточно проблематично для мелкого бизнеса. Да, вы подняли правильную проблему. Сейчас, ну, есть так называемый фиксированный взнос, минимальный, да, вот для людей самозанятых. Ну, или тех, у кого действительно микробизнес. Он составляет, там, порядка 14 тысяч рублей в год сейчас. Кстати, Минтруб предлагает его в два раза увеличить. Это к слову. Ну, да, к слову, да. Это к вот Вадиму для средней. Значит, ну, вопрос тут заключается очень, он очень простой. Вообще должна быть, или вот, должна быть некая эквивалентность. Если вы платите, вообще 14 тысяч рублей это не так много. Я понимаю, что для малого бизнеса, наверное, это большие деньги. Понимаю, да. Но тут надо просто выбирать. Или ты плачешь 100 рублей в год за человека и вообще ничего не платишь. Допустим, в пенсионный фонд. Но тогда твои работники и ты не претендуй на пенсию. Ну, кроме вот этого пособия, о котором мы только что говорили, которое государство тебе, социальное государство, да, оно тебе какие-то три копейки дашь, чтобы ты с голоду не помер. Вот это за счет твоих общих налогов. Все равно же люди самозанятые платят же какие-то там вмененные там и так далее. Что-то они к государству имеют какие-то отношения. Но тогда на пенсию ты не претендуй, если это страховая система. Вот почему. Или тогда ты действительно... Сейчас же что происходит? Сейчас платятся вот эти 400 тысяч, а люди, ну, по тем формулам, которые расчеты сейчас уже есть, они получают пенсию, конечно же, больше, чем им фактически начислено по их пенсионным правам. И фактически они тем самым съедают часть того, что могли бы получать пенсионеры, у которых были намного большие зарплаты и, соответственно, выплаты. То есть там есть определенный исправительность. Но я повторяю, я не за то, чтобы повышать этот взнос абсолютно. Но просто давайте договариваться. Я еще раз говорю, давайте людям честно, конкретно скажем. Ребят, не платите? Ну, так и все, будете сидеть на пособии. Какая проблема? Но только с этим, понимаете, согласись, все люди здравые. А то у нас получается как? Плачу 3 копейки, а потом претендую, чтобы мне на рубль платили мою пенсию. Это ты, между прочим, наносишь ущерб остальным пенсионерам из того же среднего класса, о котором вы говорите, Юра, которые вроде бы добросовестно работали. Все в белую, работодатели в правом поле. Малый бизнес тоже добросовестно работает. Но вот здесь есть определенная нестыковка. Ее тоже надо решать. Но, конечно, не так, как предлагается Минтрудом в лобовую. Василий пишет, Юрий, поражает Ваше восклицание, как эти люди с Краснопресненской набережной так могут думать. У этих людей, согласно указу нынешнего президента, уже все решено, и персональные пенсии, и персональные оклады. Так что им беспокоиться о причинах. Надо ли? Вот знаете, Василий, я в чем не могу с Вами согласиться. Безусловно, господин президент может определить ему и персональные пенсии, и персональные оклады, и социальные бонусы, которые они получают. Но давайте не забывать, пусть это звучит несколько романтически, но все-таки, что это Вы работодатели, а они Ваши нанятые сотрудники, вот эти самые чиновники. Вот когда мы изменим психологию отношения вот к этим власти придержащим, тогда многое, что изменится, в том числе и в части социальной политики. Евгений Шлемович, огромное спасибо за встречу. Сегодня у нас в реальном времени был Евгений Гонтмахер. Далее новости.